так сегодняшняя тема изобилия верно я хотел бы сразу обратиться что такое забили что имеется ввиду под этим словом ну что новым приходит много всего под словом всего мы обычно конкретно не говори верно же дать и секрет что мы хотим это интимный вопрос много всего но это мое личное дело что я под этим но представьте что нас много всего но ма хватит ли моей личной энергии наслаждаться на это другой странно потому что много всего уже есть перед нами великое изобилие природы не так ли но хватает ли у нас личной энергии чувств физической энергии разум так чтобы на самом деле жить в этом мире счастлива разве мы не живем мире забили с этой точки зрения похоже что не хватает изобилия внутреннего то есть меня самого как бы не хватает мы видим что есть люди которые обладают большей энергией есть люди которые обладают средней энергией есть люди практически не обладают энергией чтобы как-то привлечься к изобилию пассивным разочарованы расстроены слабые не верящие в себя то есть больные люди также могут быть к этой категории не образованные лишенные знания люди неудачливые в жизни обманутые ну ну много да много примеров то есть они не имеет энтузиазма как бы в жизни веру что что-то получится и вообще веру эту жизнь терять постепенно а есть люди которые энергичны очень хорошо организованы себя могут организовать поднимаются рано они успевают делать что-то вот и не туалет они успевают на работу они выполняют обязанности получают зарплату или продвигаются по карьере то есть они лучше организованы то есть между ними огромная разница между людьми вопрос почему они разные почему эти люди в разных режимах действуют и по-разному понимают жизнь и вера их на разном уровне и способности тоже разные если мы с вами думаем что сейчас я услышу что-то затем я просто буду это делать и получу результат вы верите в это если бы это было так на самом деле все бы люди прилагали усилий получили результат ну что в школе учили что учили в школе мы читали книги мы все здесь образованы и даже многие состоят неплохо устроены в обществе но как жить дальше вот от чего это зависит как все-таки войти в мир изобилия где вы не думаете как жить и где брать средства и с кем жить и как бы счастливым вы не думаете об этом потому что это просто есть естественным образом это существует вокруг вас что нужно такое сделать что вокруг вас все это так существовало вокруг вас жизнь современного человека напоминает знаете такую аллегорию вот идет человек в пустыне и он уже все не может наступает такой момент когда он не может идти хотя он был организован и верил у него был план собрал личную энергию волю свою действовал в конце концов какой-то он скажет все конец я не знаю что делать нет никаких сил жаждой страдаю я уже не верю что я чего-то могу достичь и такой человек начинает галлюцинировать известно психологу когда жажда испытывать долго и долго время он человек умирает от жажды и начинает казаться что рядом вода и вот еще пару движений это интересный момент потому что когда мы видим такого человека в жизни он как бы ходит по кругу надежде что может все-таки что-то вдруг выпадет на его долю какая-то удача как он в рутину впадает в рутину повседневной жизни безвыходной и все же ждет может быть вот эта иллюзия какая-то галлюцинация журчащие воды какого-то счастье может быть выпадет я встречу какого-то человека или какой-то случай вот кто-то же выиграл там спорта то когда-то знаете да в америке был случай кто-то выиграл я извиняюсь но мне сказать 200 миллионов лотерею исторический случай с такой 200 миллионов долларов вот-вот иногда люди в это верят тоже надеются что что-то выпадет а знаете видите таких людей которые ходят по городу иногда утром и смотрят вокруг себя на землю они ищут можно что-то ночью кто-то потерял часы или какие-то моменты или деньги они просто подбирают то что тоже не вот на это в таком же сознании находится не ходит каждый день будет собирают какие-то какие-то вот это мусор что раньше бутылки не собирали еще помните такие люди а вы не помните молодые я помните я когда учился в школе у нас был знаменитый персонаж городе он жил именно то что собирал бутылки в дерево за городом нам нужны свалках и в городах на в городе на улице в подвалах и он вот так ежедневно жил и говорил на воду тоже когда мы видели смотрели в глаза он верил волка ноги кормят он верил в это что нужно просто ходить собирать бутылки так можно существовать так можно поддерживать жизнь если говорить научно теперь об этом безобразных примеров то есть три энергии с которыми мы обязательно сами соприкасаемся либо в чистом виде либо в смешанном но ничего кроме трех энергии не существует вокруг нас как говорят матрица вокруг нас вот он сейчас надо немножко поговорить и вы видите как действует эти эти энергии и как что происходит с человеком любым из нас не думайте пожалуйста что с нами ничего не происходит с нами каждый день что-то происходит я скажу больше мы с вами идем к определенному результату конечно кто-то знает об этом кто-то не знает если сейчас я вам скажу по вашей руке какой же ваш результат большинство из вас не захотят жить вообще я говорить не буду об этом да 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 если мы заранее узнаем о нашей судьбе мы скажем нет я не хочу также зачем все это иногда так подростки говорят зачем я родился никому не нужен вообще лучше меня вообще не было бы с родителями разговаривать вот такой как отчаяния но никто не хочет находиться в таких условиях он ждет когда наконец вырастет и уйдет от родителей и там его надежда понимаете но он не знает что ждет его впереди и на самом деле это будет хороший результат если он разорвет что-то насчет заново жить знаете свет от дерева отломать у него есть надежда отделенное дерево жить самостоятельно она скорее всего высохнет мы видим такую жизнь скорее всего и так три энергии и большинство из вас поскольку вы слушаете лекции читаете книги духовного содержания философского содержания также думать о смысле жизни вы знаете тени особенно те кто слушает аргендача тарсынова они хорошо знают о чем речь идет все слышали или добавить сам аргендача тарсынова он говорит о гонах материальной природы я с ним знакомы уже лет больше двадцати и он еще с начала 90-х годов где-то да все день 90-х годов поднял эту тему в россии вот так в залах собирал людей но мистик до какой-то степени может видеть диагноз просто по лицу человека или по звуку голоса по телефону ну как все мистике может ошибаться иногда но в целом имеет такие способности поэтому люди тянутся к нему хотят узнать диагноз и будущий верящий что будет в будущем и здоровье вот две вещи в основном всех интересует что же будет своими здоровьем и что в будущем но с точки зрения философии в будущем сами понимаете все кончится философ так видит философ видит поскольку он соприкосляется с энергией благости он видит именно так скажите а как же он вообще живет такой человек если он видит что все конечно что все бессмысленно откуда он берет энергию жить подождите ведь если я буду думать что жизнь конечно в конце ждет меня смерть в конце дороги ты плаха с топорами боже на все не так тогда зачем вообще жить тогда мы так понимаем да этот уровень философии как гамлет говорит быть или не быть то есть тот вопрос смысл то есть быть и не в общем что нибудь тогда так пишет вопрос нибудь и все вопрос не решен на уровне гамлета потому что это не чистая гуна добродетели который так думает если вы думаете так же это не чистая добродетели вы понимаете конечность материального существования но ведь и бесконечность вашего духовного развития и вы уравновешены остаетесь бесстрашным это так же как пуститься в плавание через океан нужно быть уравновешенным бесстрашным если вы немного выйти за равновесие вы где-то погибнете обязательно вы испугаетесь стихией это это знают люди которые идут в экстрим что тут все зависит от ума настроение человека немножко паники вам конец все немножко не солдате сумма вам конец это знает любой также военный человек на поле битвы немножко и вы хоть за равновесие и вам конец это знать любой бизнесмен если вы позволите за какую-то слабость вам конец в мире больших денег то есть речь идет о равновесии внутри вот эта энергия которая уравновешивает это сатва гуна сатва гуна баланс внутренний отсюда исходит ваша сила взгляда слов действий решения успех это изобилие внутри вас отсюда исходит если если вы думаете что жизнь конечно ну лучше об этом не думать лучше заняться просто работать 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 и накапливать накапливать и пряуть и прятать и закрывать и закрывать и желаемerman не даром и скрывать это гуна страсти 9 человек это тоже энергия другого порядка то есть руководствуется двумя силами мощность страх этой жизни и вождение сильное желание в этой гуне очень много стрессов и болезни и время тренировок выходит из равновесия не могу больше так жить в этом мире ужас какой страсть вы сталкивались с друзьями с врагами друзья со врагами враги идут на перемирие у вас вожделение ко всем женщинам красивым одной жены мало денег всегда мало драмы какие-то борьба жизнь в борьбе протекает вы мертвый герой фактически при этом вы получаете кровь из того что планировали а борьба всю жизнь между счастью в борьбе пусть я умру пусть я ничего не получу но я боролся я не сдавался я герой это будет страсть такой человек стоит памятник лучше при жизни он нравится когда при жизнь еще памятник стоит или после смерти но так или иначе вот он хочет так вечным быть при помощи вот таких вот атрибутов это памятник мемерная доска какая-то слава неувидающая прогреметь ему нужно как странно от зону свои годы жизнь нужно прожить свои 100 лет так что после тебя волны колыхались тысячу лет да это был его девиз там жил мао цзэдун который совершил культурную революцию в китае он основал тот китай который мы сейчас знаем другой китай совсем вы не узнали выяснил тот китай это совершенно две разные цивилизации а только потому что устранил одно понятие для людей мыслящих для санта годы одно самое важное понятие очень не человек потому что если вы это понятие раскроете людям вы не сможете управлять ими властью деньгами они стали не будут купаться на что они свободны внутри и вот в изобилии без вас тогда дальше что за суток вы же в китае живете правильно абсолютно если набор то что за все они бог слова неподходящие для нашей лекции знаете почему извращены развиты до его извратили люди мы скажем абсолютно есть вот это понятие участвовали сняли в школах института в семье тоже скрыли это минимал вот как-то знаете связано похоже как тут тенденция есть такая скрывать такие понятия слова бог связан с конфессией в этом ошибка никогда не слышать такой ошибки это было страсти конфессии на страсти потому что религия одна в этом источнике заберет когда все живые существа сотрудничают изобилие будет неслых не для себя для бога для познания бога бескорыстно мы вступили в эту эпоху золотого века с вами сейчас в его начало еще нет этого изобилия сейчас распространяется изобилие знания трансцендентного следствие будет изобилия на всех направлениях процесс начался 500 с лишним лет назад и 520 с лишним лет назад если точно будет так и даю то есть распространяется духовное знание форме умонастроения не путайте с информацией этому нельзя научиться в школе или в институте не прочитав книги нужно принять уловить умонастроение духовное счастье то есть должны получить опыт счастья независимо от того где вы сейчас находитесь и кто вот о чем речь идет вот оно начало изобилия то есть хотят получить некий некое представление опыт хотя бы мгновение счастья получить настоящий не то что я буду богатым или я будущее это ощутите сейчас мгновение достаточно чтобы дальше уже жизнь свою устроить должным образом именно счастье именно осознание высшей абсолютной красоты делать успешным во всех отношениях начинает отражать это как сияние изнутри себя что это забыть невозможно это трансцендентный опыт называется обычно мы знаем что это трудно достигается при помощи йоги или при помощи великих изысканий философии аскеств покаяний для юных практик монастырей мы слышали что это очень тяжело такие подвиги нужно нужно отречься от всего но сейчас мы живем другое время ничего отрекаться не нужно нужно просто соприкоснуться с живой личностью наполненный трансцендентным знанием все это написано в древних книгах ведах там говорится что если вы совершаете омовение в священной реке к тому же перерывания изучаете священное писание или следуете культурьюзной традиции и тоске за совершаете практике йоги или омовение в ганге это тоже практика духовно то тысячу раз совершено омовение вы очиститесь практически всей кармой тысячу людей запомнить напишите тут и ганге то я не тут но сейчас много паломников приезжать на гангу другие священные места иногда там может несколько раз жизни кому-то удаст играть жизнь кому-то удастся тысячу раз ли священную ганге вы получаете этот трансцендентный опыт счастья который пронизывает каждую клеточку вашего тела от глаз до кончиков пальцев ног все каждую клеточку тела где вот ваше сознание находится в теле все пронизано все сознание все абсолютно все обновляется ваше существование причем сразу же за эту секунду это происходит это опыт уникальный и конечно я очень желаю обрести именно такой опыт но после такого опыта вы уже взглянете совершенно по-другому вы не будете различать даже собаку и человека знаете в этом написано помогите что достигает такого уровня вы все же вытащите на одном уровне вы видите там саму жизнь и форму жизни это сад лагуна счастье и знания вот видите глазами счастья и глазами знания но в страсти видим форму жизни ну вот эта собака это человек простите не одно и то же а вот бомж а этот человек очень олигарх огромная разница простите этот бомж он сам виноват он не учился и что застрадаете ему ну это его проблемы вот человек работал получил образование он по праву занимает положение уже это страсть тут нет такого сострадания любого существа знаете когда люди такого порядка получать знания законах кармы они становятся бессердечными страдаешь это твоя карма ну страдать ты же заслужил так страдать чужое общество это гуна страсти в гуне страсти выбираете вот это свой а не чужой человек потому что у него кожа другого цвета я разрез глаз это чужой а это сумма это другая национальность понимаете а это какие-то вообще люди не цивилизованные живут но если вы видите глазами знания вы будете освобождать любое живое существо даже дерево потому что будете видеть глаза не сострадали любви этого изобилия измуты сердца потому что сами посудите в гуне страсти где изобилие это жадность так смотрит выгода выгоди выгодно различать свою чужую потому что как вы сможете обманывать своего чужие нужны иначе как если не обманете не проживете но если кругом они свои как же обманывать если всех люблю простить ваша философия непрактична чужие должны быть и свои должны быть и границы должны быть оружие должно быть не так ли и ядерное и водородное нейтронные бомбы и психотронное оружие как контролировать эти как они контролируют вожделение и гнев и зависть оружием силой говорится что никогда это усилие не учается успехом чем больше накапливаете оружие тем дальше мир подвигается от нашей жизни сейчас ситуация непростая мне и складывается в очередной раз уже и кто его знает что нас ожидают граждане чего случай люди теряют разум продолжается этот процесс а это говорится в ведах страсть излишняя да кровит разум переходит невежество сумшество личных формы психических проблем знаете какая яркая форма психических проблем я бог вот кто такой я моя нация превыше всех мои личные желания благополучие превыше всего вы говорите о защите животных убивать животных есть мясо добыть сентиментально слабые люди вообще вы не выживете кто такие вы просто инфантильные слабаки понимаете как лучше будете выживать в этом мире у вас нет сил нет изобилия у меня есть изобилие я могу убивать могу различать могу подчинять могу дружить могу укреплять союз я занимаюсь политикой экономикой понимаете я весь мир изменю у меня есть оружие меня будут слушать эта страсть может добиться своего на результат будет сумасшедшим разрушение личности знаете сколько таких людей даже не поздравить сколько таких людей если вы пойдете в психическую лепседницу уйти множество таких людей и когда вы видите таких людей уже вот явно то и психи вы увидите что эти а семена этих проблем есть практически у каждого современного человека образованного каждый менять из себя что-то не влияет вот сделайте кому-то маленькое замечание и у вас будут проблемы не берете вот видите точно так любому из нас делать замечание я на себе это знаю я тоже знаете как трудно приносить замечание особенно если вы лектор астре на службе нищего замечания кто такие да это есть у всех людей но когда будет присутствовать и знание который может контролировать эту низшую природу от этого тела которое я называю русским американцем с собой мужчиной женщины между ее обозначение и не что как это просто обозначает условно обозначает потому что внутри тела находится та самая изначальная сила энергия кто должен познать в себе эту изобилию энергии забили давайте рассмотрим что же такое энергии забили например есть богатство но если мы не пользуемся и все равно что нет мир мы спрятали уладем не забыли где положить что нет также это забили но есть но мы пользуемся вот сейчас вопрос об этом как же пользоваться этой энергии забили внутри себя что это такое внутри меня чем я уже давно не пользуюсь теле качестве который мы не пользуемся они как бы устраняются как будто мы их не имеем замечали нет у меня таких качеств нет нет они есть просто не пользовался долго и как бы теперь они ну дороги по которым не ходят зарастают и исчезают понятно также у меня есть много разных энергий но вот я какими-то пользуюсь а какими-то не пользуюсь если долго не буду двигаться тело моего станет слабым дистрофия может быть ты себе будет трудно даже ходить если если не нужно двигать если нужно двигаться что неровно сердце то есть нужно постоянно какие-то усилия тогда смотрю энергия да есть у меня смотри сейчас кому-то сказать из вас пожалуйста сбегай пока людей в костерен и обратно искать невозможно но если здесь какой-то спортсмен олимпийских игр ну далеко это все до костерена легко добежит пока мы здесь тренированы то есть вопрос как бы наша работа над собой эти вещи которые сейчас кажется невозможным это лишь кажется но если начать ими пользоваться работать тренироваться вы все сможете вот о чем речь идет но для этого нужен сначала разум что имею ввиду когда хочу быть счастливым что я имею ввиду конкретно как я представляю это давайте с этим разберемся может быть то что я представляю шурчающий ручеек иллюзии несуществующая вещь в уме много несуществующих вещей пока мы ехали на пуляцию обочине дороги я заметил кролика тут кролики появились но рогатые с одним рогом только в алмате такой породы а потом я посмотрел в небо и увидел цветы распустились это явление тоже редкое тоже только в алмате бывает а вообще там еще дальше на клубе яйцо вложить не знаю может вылупиться проверить даже понимать что-то в уме у меня сейчас пройсуют в ображе то не существует как уж по называется на светлите цветок в небе давайте разберемся мы правильно мысли когда говорим изобилие цель жизни чтобы развивать настоящие какие-то вещи или капушка фантом который ничего мне не даст я хочу опять одно одно интересное явление явление любая вещь что-то не очень сильно привлекала в магазине наконец я купил ее как бы соприкосни со мной портится но теряет уже цену это на дети хорошо видно а вот он в магазине что-то просто дал руку все тут же раз сломал все и забыл все испортили как бы соприкоснился но только я обладаю этим уже как-то все видите кажется неважно не нужно почему так капушка называется мне кажется что вот если сейчас просто эту вещь вот получу я буду счастлив но получилось что нет 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 теперь давайте следующую вещь в одну следующую вещь вот этого человека хочу за эти ручки и бывают умирают на самом деле такая сила воображения может быть любовь то ли мы хочу чтобы как она любим любовь вы что в чайбе виду к вот это пушку и яйцо лошади рогатый кролик это и видите какая сила этих гум природы вот на чем сейчас говорим мы сейчас в матрице находимся то есть нам нужно ясное представление о любви и счастье если сейчас прошу каждого хотите достичь совершенства как скажет да тут люди решительно забрали скажут конечно я туда пишу я достигну совершенства следующий вопрос что такое совершенство не знаю как уж по 5 рогатый кролик выпал смотрите цветок в небе распустился и пахнет даже смотрите что за жизнь такая обманчивая какая-то и мы еще детей также учим свои потом давайте мечтаете там такие мечты у ребенка что потом денег не напасешься правда на него когда начинает мечтать их и хотеть лучше иди вот в компьютер садись там бесплатно все это порой ты могу оплатить но твои желания оплатить невозможно я хотел в детстве все подводное снаряжение батискап даже чтобы спуститься марианскую впадину сейчас я уже не хочу вы не знаете только марианская баня самая глубокая впадина в тихом океане больше 10 километров глубины вот туда я хотел спуститься если я хочу снаряжение просил оттуда и нибудь какой снаряжение хотя бы начал спускаться марианскую парню некоторые некоторые мы строили самолеты детстве из велосипедия до задержаться на руку или приделать и сколько влезет в итоге я где-то в набочине оказался конечно но я говорю о том что у нас есть эти стремления эти мечты которые требуют сильных затрат это называется капушка невозможно осуществить это вот на этой платформе вот как ученые ученые они исследуют эксперименты ставят зачем нас не ставят эксперименты что за глупость почему эксперименты перед вами все уже готово все уже научно научитесь этим пользоваться они делают эксперимент вы думаете эксперимент что-то решает этой жизни капушка ну машину вот двигатель внутреннего сгорания могут усовершенствовать как-то они там эти двигатели форсируют удобство создают на кнопках на этих комфорт и мы верим это эксперимент это не что иного как ложная гордость ученого невозможно при помощи экспериментов доказать существование абсолютной истины это невозможно зачем нужны эксперименты чтобы обманывать людей давая им комфорт и они забывают о смысле жизни а сад вагуни о настоящем счастье внутри себя а вы все не работает все в компьютере не память не работа читать ты не умеешь читать ты не умеешь писать то что ты не можешь заниматься творчеством все делает компьютер они отнимают человека таким образом способность можно ли при помощи экспериментов доказать причину возникновения вселенной или живого существа для этого нужно было бы создать вселенную заново не так ли эксперимент создать чтобы доказать это невозможно если любой ученый понимать что невозможно пытаясь я не продолжаю ставить эксперименты зачем научить использоваться тем что есть для этого даются шастеры именно для этой цели которые говорят вот делаешь так получилось такой результат делаешь так как литровные страсти получишь такой результат все понятно как результаты и можете на практике это сделать если вы делаете на практике вы получаете такой результат удивительно так как нас била с толку наука космическим программами сейчас многие люди обсуждать или какая плоская круга некоторые ученые уже принимают точку зрения плоской земли как вы думаете оказывается они не знают до сих пор как устроена земля сейчас выясняется наука столько сделать экспериментов столько космических улиток до сих пор не ясно какой форме земля нет доказательств окончательных ни у тех ни у других солнце в земле вращается или зря в руку солнца математические формулы те же самые до сих пор не ясно что-то политический ток до сих пор не ясно ученые говорят как взлетает самолет воздух до сих пор непонятно физикам на практике конечно взлетает и добиться объяснить фото по форму не известно как не должен был вроде светит да просто взяли шмеля обычного взяли его массу размер крыло вот эти взмахи все изучили не должен летать то что площадь крыла очень маленького не в этом этим знаки недостаточно такую маску это летает перед ученым летает спокойно муха вот такое создание летит со скоростью курьерского поезда пожалуйста свободно даже при помощи экспериментов такое сделать не могут даже муку сделать но мечтает капушка что делать могут сказать а что изменится в мире если не сделать искусственную муку допустим мог и так полно а я вам скажу зачем это делать сейчас я поймете все дело тут не в этом то есть одна загвоздка я хочу стать богом я хочу управлять всеми кухонами я их всех уничтожу всего искусственных пугать будет летать куда я хочу я всем ставлю чип и будете делать то что я хочу и быть там где я буду знать что каждый из вас делает то есть наука вот этого иллюзорная наука она именно пытается контролировать управлять этими материальными стихиями которые уже работают и без них без управления и они не знают зачем они работают смыслом они лишены знания сбиты с толку велики ученые вряд ли на близких премий не говоря же о нас с вами которые просто слепо принимают то что не говорю мы для них в каком-то смысле подопытные материалы одна перестройка другая перестройка скажет что за эксперименты как можно с людьми ставить такие эксперименты нужно точное знание давайте ночь губную материальную природу изобилия есть внутри вас знания есть внутри вас бог внутри вас все есть человек и богатство тоже если вы захотите вы будете богаты если захотите большинство людей не захотят быть богатым вы удивились скажите не башу что я хотел быть богатым не если вы поймете зачем жить и что такое богатство что такое деньги что такое то есть большинство снега не захочет быть богатым человек всем нужно это отдельная как бы задача для определенного типа людей категории людей определенные задачки в миссии до быть богатым неприхоть поймите не чувство невожделения не жадность а определенная миссия задача должна стать и для кого-то это может быть задачей жизни то что в этом есть смысл быть богатым что богатый человек может сделать очень много полезного вор тоже может стать богатым разуме что он может врать и не получить но это богатство другого качества другой год например если вы злоупотребляете молочными продуктами у вас разовьется болезнь желудка полезным обычным продуктом если вы выпьете топленое масло ги ложку каждый день по чайной ложке это как лекарство будут очищать все хорошо если выпьете например пол стакана ги вам будет хуже а если вы пите раскаленные пол стакана ги вы врете также и деньги сами как вы заработали они совершенно по-разному организуют вашу судьбу закон кармы поэтому быть богатым не означает что просто держать руках деньги знаете что богатство истинное богатство приходит вам само по себе как талант как счастье приходится либо по наследству который вы достойно наследник либо потому что на самом деле очень одаренный человек и деньги на вас сыпется просто смело как результат взаимоотношений великие взаимоотношения а результате того что вы кого-то обхитрили вы получили деньги нет такие деньги вы будете прятать всю жизнь и бояться ну и скажите это принесет счастье только страх и вожделение страх и вожделение страх гуна страсти переходящее в гун университет пассивное состояние усталость болезни депрессии разрушенной жизни тот человек живет семейной жизнью у него жена дети работают а все стимулирует его организовывать себя и работа что есть семья любит жену любит детей строить дом все все хорошо в этом смысле все как бы организовано есть какой-то изобилие потому что его стимулирует хорошая жена хорошие дети и родственники как бы все у него складывается хорошо родители сегодня хорошо представьте прекрасно все у человека на самом деле он счастлив работа тяжело трудиться потому что есть стимул есть энергия отношений а не перестать этот человек встречает женщину стране и значит что это говорят ничто не останется незатронутым все вокруг него пострадает и жена и дети и родственники и работа и недвижимость все вокруг людей беспокойство о как интересно устроено а что он такого взял просто захотел новую жену может хотел просто повторить эксперимент первый касс не очень удался но второй будет лучше нет эксперимента места нет один раз и на всю жизнь не женился не женись говорит женился не разводись должен знать как же искусство жизнь жизнь нелегкая счастливая жизнь нелегкая легкая жизнь несчастная жизнь греховная жизнь поэтому не путайте легкую жизнь со счастьем и изобилием вот так вот кнопку нажал получил сказал сделали ну ты же станешь инфантильным дистрофикам если ты не будешь действовать не будешь применять свои силы энергию дороги зарастают в кого-то превратишься в медузу потеряешь даже разум рассудок как бы жиром за то ли он говорит вот что происходит на самом деле человек не должен душаться никакой работой говорит и не стесняться кем бы он ни был но должен сюда умеет делать простые вещи сажать растения работать на своей земле воспитывать детей зарабатывать деньги много-много чего должен умеет делать все должен умеет делать человек научиться это есть изобилие и все ему интересно все ему нравится на что есть любовь и знание есть энергия внутренняя есть такой трактат на самом богатом человеке в мире это духовный трактат там писаться духовные принципы богатства когда первый раз тот трактат я был просто потрясен до той поры я думаю что ну деньги зарабатывают люди просто ну просто работают и зарабатывают на как как-то организации то вкладывают деньги или что там делать ну как естественно я я думаю что я знаю но там вы совершенно другого вы должны научиться служить богу служить живым существам искренне и тогда вы будете самым богатым человеком в мире своей деятельностью служить то есть вы должны делать полезные вещи для людей вот пища взять сейчас пищи все меньше меньше здоровья можно называть служением обществу все понимают это просто пищи они сами пищи не едят компьютерные обучение и программ можно называть это полезно ли сами эти отцы этих компьютерных все программ своих детей таких школ не отдают и компьютеры пользуются ручки карандаши и доска мел они знают что такое копейки проводит уж это протез для нашего разума сейчас люди не способны контролировать чувства которые попадают в интернет эти игры дети все вы не знаете что с ними делать на протезах будет жить но родоначальники это сегодня понимают нет нет нам нужно здоровой пищи нужно здоровый разум живой человек который может писать красивым почерком и излагать свои мысли на бумаге сосредоточены а компьютер раз среда дальше тут кнопка тут кнопка тут кнопкой в конце концов они может даже фразу сказать красивую мы утрачиваемся и кажется при том что уже его в изобилии рогатый кролик скоро вы ты сложишь из этого яйца нужно просто подождать есть другая сказка про кота базилива и лесу алиса помните на самом деле про буратино конечно у него было там три соль да ты золотых они хотели у него отобрать а как это брать честно на стране берут у всех на виду они как бы порой а как честно сделать они придумали сказывали вот если ты посадишь в землю эти три соль да польешь варести дерево это будет много соли понимаешь и ты стоишь богатыми твой папа карло будет богат и буратино поверил он посадил три соль да кот базилива леса леснули все денежки наши еще он посадит землю мы возьмем эти деньги земли и все но он не ушел помните остался сидеть и ждать когда вы золотыми монетами мы очень похожи это у буратино мы тоже ждем когда же из нашей жизни что то сейчас может быть этот ребенок вырастет станет богатым сейчас я научу тому сему он точно мне заработает кучу там денег мы ждем а ребенок вырастает и вообще занимается делами не растет наш тресор да рогатый кролик из лица лошади не вылупляются ведь по сути дела вопрос изобилия он связан с тем насколько человек велик в качестве действия слова влиятельен как вы думаете вопрос какие получат более влиятельные честный и уже уже более более сначала если говорить о страсти первое впечатление именно лжец может создать хорошие экстраваганты человек это красивая одежда внешний вид этот быстрый раз и впечатление создать а потом наоборот видите вы говорите нет вот то было правда это ложь время нужно разобраться в этом вычислик обманчивая этой энергии гуды материальной природы очень обманчивая страсть обманывает нас убеждает что именно деньги делают мне престиж положение в обществе уважение если я богатый мне все уважают но если я бедный может быть я хороший человек но я бедный то я уважаю бедный человек не замечаю один человек жил в деревне какая-то старая история ведической жил в деревне он был бедным работал не покладывая рук но не мог выигрываться из нищеты жена дети и дом все нужно поддерживать то же деньги уходят как скусида он сильно страдал за это обычные люди они привыкают такой жизнь ну карма такая карта концов что делать судьба а не смеялся пошел к астрологу сказал ну скажи почему так бери и могу ли разбогатеть к цели у гороскоп планеты дома нет у тебя нет этого гороскопе ты не должен быть богатым человек в соответствии с того гуна кармы вот у тебя вот и вот такая жизнь будет вообще на это не обращай внимания завис настоящим делом стань счастливым по-другому как я стану счастливым по-другому прости ты посмотри вот 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 видишь богатый человек ты знаешь уязвую машинник да все это знают но ему все гладьются что очень улыбаются сестя я посмотри никого жизнь не обманул мухи не обидел но у меня за душой гроша нет никто мне почти никогда выйду на улицу никто вообще внимания не обратит лишь богатство важно я хочу быть богатым хочу быть уважаемым человеком жить как достойная личность ну дай мне какой-нибудь совет и же остров ты же знаешь эти вот эти книги священ там же есть ответы на все вопросы как же что-то можно же изменить ну хорошо я тебе дам совет если не можешь разбогатеть сменее не оставшись ты что сможешь разбогатеть среди близких но такие советы только два могу дать значит первый совет попробуй сменить место для того чтобы заработать должен уйти в это место новое один без семьи если уйдешь семьей все повторится не разбогатеет мы знаем что некоторые люди которые могут разбогатеть семейные уже куда-то далеко на север без семьи и там зарабатывают деньги вот один из способов как надо разбогатеть вот записывать и записывать а потом они деньги накапливают привозят домой а жена все выучить бывает такое тридцать и близких цель богатства вот есть два таких способов тебя подумал ну что ж спасибо тебе за совет и решил сменить место оставить свою семью уйти в другое поселение и там заработать так он и сделал ушел в глухой лес дорогами опасными ушел куда-то подальше и стал усердно трудиться и копить деньги и через год он заработал хорошую сумму накопил золотой по тем временам уже можно начать что-то делать серьезное то мы теперь пора возвращаться в семью и шел через глухой лес ночь застал его там залез он на дерево залез тупло чтобы переночевать безопасности а золотой положил в мешочек и на шею и когда дремал в этом дубле держал руками вот так дай бог ко мне мыши нарезал еще на перегрузку утащил что мыши крадут золото знаете об этом москве золото дом берегите отношения они копят 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 это в прошлом домах хозяева не удачливается в прошлой жизни они продолжают копить золото хотя бы не нужно абсолютно и когда он так древал услышал голос очнулся схватился за кошелек пусто бедный чуть-чуть мать зашел аж дышать не мог завесить золотой пропал можем и тут два человечка перед ним таким воздухе и голоса карман сказал один зачем ты дал такую сумму ведь по судьбе он должен быть богатым а я тут ни при чем сказал карма он работал свершил карму получил результат честно а будет ли он наслаждаться воспользоваться этим деньгами от тебя карта зависит как будет действовать дальше от этого потеряет ли он это ли сохраним поэтому я ему дал сколько трудился от судьбы зависит воспользоваться ли он деньгами знаете у нас много денег не видит мы под углом зрения смотрим под определенным здесь будет у нас богатство неслыхано множество но не об этом у каждого у каждого есть сокровища зарытые земли до все понял что он не судьба но блочи не прям нет я не смеюсь я буду снова зарабатывать деньги и снова вернулся в поселок работал три года 5 золотых работал но это что-то подвиг возвращался домой в страхе но вот уже был ночь заставил в лесу залез в углу на дерево обычно держал за кошелек едва в длину пусто это гулская карма да зачем ты есть такие идеи этому человеку да не судьба для него но я не виноват он работал получил а будут ли пользоваться этими деньгами от тебя как зависит решает а так целый человек не судьба значит несправедливая судьба против меня я отказываюсь от этой судьбы умираю на месте взял веревку петельку пройдет молитву нужно какую-нибудь и совсем уже было готовился лишиться жизнь и тут перед ним появился образ другого человечка в воздухе и сказал ты что соберешься делать ты знаешь что ты греховно да я знаю но я не хочу так жить я хочу быть богатым человек имею право человеческое достоинство и прочее ну хорошо хорошо я дам тебе один совет разбогателись если послушаешь меня послушать иди в соседнюю деревню примешь жизнь образ жизни одного из двух людей и станешь богатым и сейчас и бумажка соответственно где-то недалеко там вот это было мне кажется вы знаете сейчас узнаете людей он пришел в один дом по адресу кого там принесла нелегкая вот черт принес что нужно переночевать просто где-то тут перестроиться можно да вот тут в сарае можете ночевать на завтраке надеюсь вообще не отчитывай и заплати хоть что-то мне что подумал да нехорошо так поступать на следующий наш пошел другое место там его приняли как приставители бога не звали гость пришел самое лучшее достались вот ну что имею ввиду он принял образ жизни этих людей и очень быстро стал богатым я вам скажу еще одну вещь почему западный мир богаче становится богаче они применяют принципы служения в бизнесе они это делали выгодны но применять принципы служения когда-то я был в швеции да швеции это был девяносто первый год в стокольме впервые был тогда за границей мне кажется нет нет еще вот этого в германии в польше а потом швеции и в то время нам нужно было эти вот портативные магнитофоны были такими кассеты кассетники знаете были тогда они появились были очень нужны чтобы слушать лекции носить с собой можно логатерейки нужненький что-то было сверх а мы пошли в этот магазин шведский где были тимонтофоны другого тогда там sony уже было что-то такое оказался русский мигрант сын русского иммигранта там по-русски говорил с нами в новом языке в штате это русский когда-то уехал покинул россию вот узнал что мы русский очень обрадовался быть что вы хотите в гривну у нас денег очень мало но из россии деле почти нет но мы хотели бы какие-то магнитофоны вот слушать лекции и так далее духовной практикой важно слушать а его подарю она потребна пошла она все подарил мы ушли он знает он знает очень хорошо что такой подарок вернется к нему да это принцип бизнеса щедрость рука дающего не скудевает любой бизнесмен знает что если у нее репутации если репутация жадность люди будет ненавидеть его за его деньги но если он часть своих денег в служении на благо людей люди будут поддерживать такой бизнес помогать ему работать на него это естественно потому что это обмен служение на обмен как семья это любовное служение создает принцип семьи вот оно изобилие изобилие уже есть денег немереное количество вокруг только вот моем кармане их мало а так денег полно напечатали знаете сколько хотите а почему в моем кармане так много денег вопрос наших наших отношений я написал как люди должны строить друг друга чтобы было изобилие из этого исходит изобилие по другому как потому что наслаждаться в этом мире богатство когда другие люди страдают это извращенное наслаждение это не по-людски называется то есть изначально говорить как устроенного общества людей но устроены по закону бога изначально вот этот мир создали уже люди с них память на хрена началось жадность существует но не думайте что на самом начало было нет когда-то люди не имели жадности и не имели вождение они могли управлять этими энергиями более высокими силами внутри себя любовь к богу было любовь ко всему живому было было сострадание на добродетельные великие глубокие знания они могли контролировать управлять свою низшей природой материально занимать его служение это было изобилие это был золотой век кровь никогда не проливалась вы никогда не думали где спать где есть почему враги не было этого не было врагов даже люди жили как одна семья и не было столько людей на планете такое количество это описывается во всех легендах мира а ведом описывается подробно даже как имена этих людей были записаны настолько подробно и какие цели были прошлого праведные и что они делали сейчас вы считаете что это какой-то миф потому что нет примеров сегодня таких физических людей все грезит когда же выгодится я поскочу на этом с каком месте по жизни ко мне донесет туда куда нужно этого не происходит любого 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 спросить в прошлом прошлом всех просить до есть и герои все великие но даже они уходили разочарованы даже царь соломон ушло разочарован это был самый самый мудрый царь строительство вибрии самый близкий человек богу и даже вон ушло разочарован без суета сует все это он сказал но уж он-то создал то что не подсюгла никому до него и даже после него и когда он это сделал его потомки даже не смогли оценить что он сделал настолько великой что не хватило разума даже понять что их отец сделал все как будто ничего не стало суета суета ушел поэтому суть не в этом чтобы сделать что-то здесь с ног сшивательное создать впечатление на волне престижа жить здесь с этими атрибутами этими пользоваться знаете нет это суета сует и каждый в конце лид абсолютную истину в лице смерти говорит заведом если вот в течение жизни эти пренебрегал она не придет как орицетворенная смерть и все отберет это человек сознает если вы течи же не осознавали абсолютность на период к нам непосредственно на смерти и мы осознавать это но уже с огромной болью но если в течение жизни сознать абсолютную истину и жить с ней и работать с ней и думать с ней и забили заверить в том что вы имеете все но ни к чему не привязаны вы свободны потому что вы любите бога вы даже если семью видите как энергию бога даже деньги видите как энергии бога даже воздухом дышите как энергии бога сколько у вас энергии только посмотрите вы думаете о боге сколько у вас будет сил как у вас будет сила мысли какая будет какая сила будет слово вы только представьте что такое за деле настоящее не то что это бабушка пошла в лес помните старенькая она пошла в лес там дровосек и дрова рубил и вязанки дел на голову ставил она уходила тут что поднять сама не может дровосек ей помогал но по дороге она там через лес когда шла одна она споткнулась и упала и вязанка эта рассыпалась и она уже не смогла сама ее связать поставить себе на голову несчастная старуша расплакалась знаете стала смолилась богу и бог явился к полному чего же ты хочешь ты звала меня ох ты господи боже да спасибо тебе поставь эту вязанку на голову пожалуйста вот он мой изобилие давайте развивать расширять наше сознание развивать как бы наш разум что такое настоящий изобилие почему мы думаем что изобилие это просто двухкопная квартира внизу машина вязанка на голове я нужно работать с утра до ночи и вот одно изобилие заработать себе пенсию все остальное тут кризис за кризисом знаете а сейчас что не понятно чего ждать от того что будет современным сейчас мировом обществе этому изобили может прийти конец очень быстро как мы уже на опыте мы убеждались ни раз я не думаю что наше современное общество устроено более стабильно чем в прошлом менее стабильно менее надежно устроено это подтверждают некоторые очень умные аналитики как никогда общество не стабильно помните была паника ожидали солнечную вспышку какой результат откажут все компьютерные системы на что это означает можете представить тут означает банки все работают на этом все самолеты летают момент отключается что это такое или электричество и представьте что будет можно жить в городе если нет электричества вот вот так так устроена наша жизнь если честно говорит так если мы будем развивать себя внутреннюю энергию мы можем много сделать полезного в нашей жизни хотя это нелегко на справка на самом деле легко жить в этом мире обычно чипу нужна какая-то иллюзия чтобы он спокойно жил какая-то покрывающая энергия чтобы не верить в сцены реальности суровой стороны жизни она очень жилая поэтому нужно два вида знания иметь материальное и духовное чтобы баланс это дальше становится очень сильной бесстрашно видят то и другое реально не закрывая глаза ни на что как говорят мудрые смерти нет души надо должен начал знать знающий и материальный духовный она может вернуть весь счастлив очень как душа будет очень радостным но на материальную жизнь смотреть с точки зрения пессимизма нужно это время но как душа чтобы считать счастье в каждом деле тело как одежда говорится износится мы сбрасываю принимаем новую родившись умрет умерший родитель снова хагавагита говорит любое священное писание говорит но мы с вами почему-то отказались от этой концепции мы отказались потому что в другом гуне мы не видим этого мы не видим я не вижу этого но там написано я не вижу ни души не бога что вы говорите вот если я увидевает да можно увидеть почему нельзя увидеть на практике некоторые усилия почему мы не можем сделать из молока масло вы же видите что многие масло есть так держим от вот молоко да нет вы можете сделать масло вы видите зубы то да я вижу там масло и вот сейчас раз процессы точно ведь я показываю вас ты звонок получилось если вы знаете процесс можете видеть если не знаете процесс вот есть молоко а где же в этом масло изобилие да все у вас есть вы дети бога говорит знать процессы да на самом деле один бедный человек пошел к астрологу который звали сар вагяр сар вагяр значит на и все не сказал посмотри мой городского пожалуйста почему такой нищий всю жизнь сама я открыл странно действительно то гороскопа и что-то очень богат у тебя отец оставил огромное наследство но умер на на чужбине ты не знаешь его не помнишь но отец помнил тебя всю жизнь и оставил тебе огромное наследство правда я не знал об этом то гороскопе я тебе скажу не копай на север не копай на запад не копай на юг копай на восток там твоего богатства север это процесс мистической йоги аскез через усилия гигантские мистические усилия достигают результата не копай там убьет тебя злой дух не копай на запад там ядже придет тоже убьют тебя я так что это твой собственный убьет тебя это ум измышления ты запутаешься уме у тебя убьет подожди просто не захочешь а собственно не копай на юг закусают от тебя не дают и освои это место кармической деятельности люди работают ради денег а их постоянно жарит отойдет пчелы беспокойство враги друзья они работают и работают и работают человек находит мед в дикий он не может наслаждаться что пчелы кусают в это время одновременно есть мед и на место испытывает вот этот юг здесь все трудится ради плодов настолько беспокойство копай на восток это направление духовного знания там твои богатства притча в истинном изобилии бесконечные богатства вот насколько глаз хватает у вас смотреть вокруг это все ваше наше и ваше и моё и ваше это для каждого и сколько сколько хотите ну да красиво конечно сканул тебе звезды дорогая вот тебе то вот хоть немножко денег да и так мы же как возвращаемся теперь мы должны как-нибудь воспользоваться мябитный процесс все уже есть